В ТОСе Мацеста работа кипит каждый день. Дверь общественной приемной депутата Цирульника открыта для всех. Люди приходят за помощью в решении своих проблем. Жители микрорайона знают, народные избранники их округа не дают пустых обещаний. Представитель совета ТОС Ольга Окунева рассказывает о том, как на бюджетные средства при содействии депутата Цирульника в этом помещении был сделан ремонт. Теперь воспитанники кружков по рукоделию и групп продленного дня занимаются в чистых и светлых помещениях. Здесь ведется прием ТОСом, депутатами, участковыми. То есть вот сюда собирается все население нашего микрорайона, а у нас их 8,5 тысяч. Тем более здесь у нас это единственный культурный центр, где занимаются дети. У нас их 268. В танцевальном зале тоже проведен косметический ремонт. Здесь занимается хореографический ансамбль «Крылья». При ТОСе коллектив был создан 10 лет назад. Танцами занимаются и дети, и их родители. Теплее стало, стало веселее. Дети с удовольствием идут сюда. И дети, и взрослые. Первый состав уже приводит своих детей, сам занимается в свободное от работы время. Перила на лестнице тоже сделаны по наказу избирателей. Железная конструкция позволяет пожилым людям, женщинам и маленьким детям подниматься по ступенькам, не опасаясь упасть. А на детской площадке улицы Чекменева появился крепкий запор, который позволяет сберечь игровое оборудование от хулиганов и вандалов. Сейчас депутаты 6 округа приступили к подготовке празднования 70-летия Великой Победы. Наша задача совместно с активом микрорайона – охватить каждую семью и каждый дом, где есть ветеран, где люди принимали участие и ковали победу. Мы не имеем права оставить их без внимания. Ветеранов остается все меньше, и наша забота, наши помощи нуждаются все больше. Депутатская группа оказывает помощь и школе номер 11. К примеру, детям вынужденных переселенцев с юго-востока Украины к началу учебного года подарили канцелярские принадлежности, а по просьбе учителей приобрели дополнительное оборудование и инвентарь. В планах народных избранников установки еще пяти детских площадок, благоустройство дворовых территорий и ремонт жилья малоимущих сочинцев. Елена Всецна, телекомпания ФКТ